Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благословлены. Мы благословленные люди. Мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу во имя Иисуса. Мы приходим пред Твоим Словом сегодня с ожидающими сердцами. Мы открываем себя, мы открываем свое сердце, мы открываем свой разум, чтобы принимать откровения с небес. И мы делаем это во имя, которое превыше всякого имени. Во имя Иисуса. Слава Богу, нашего Господа, нашего Спасителя, нашего Чемпиона. И благодаря этому имени мы верим, что получаем его сейчас. Мы воздаем Тебе благодарение, и мы прославляем и благословляем Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Вы это серьезно? Вы действительно хотите сказать, что вы можете благословлять Бога? Конечно. Вам стоит почитать книгу Деяния. Аминь. Там говорится, что они постились, молились и служили Господу. Они служили Господу. Они благословляли Его. Они служили Ему. Аминь. Откройте ваши Библии на втором послании Коринфянам. Второе Коринфянам. Девятая глава. Восьмой стих. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью. Всякой. Всей благодатью. Сколько у Него благодати? Вся. Я не знаю, сколько ее у Него есть, но Он силен обогатить вас всей благодатью. Аллилуйя. И прежде чем я пойду дальше... Да, но брат Копланд, по-вашему, это подразумевает и меня? Я просто маленький никто, я просто... Вы шутите? Это была самая неконтролируемая церковь, о которой только упоминается в Новом Завете. В этой церкви не было евреев. Они все были до этого язычниками. Собрание неконтролируемых людей. Они говорили на иных языках до тех пор, пока уже никто не мог понять, что происходило на служении. И знаете, что ответил на это апостол Павел? Он сказал, я говорю на иных языках больше вас всех, но вам придется научиться соблюдать какой-то порядок. Аминь. И вы понимаете, к кому мы здесь обращаемся? Собрание неконтролируемых людей. Обогатить вас всякой, всей благодатью, чтобы вы... Скажите, вы, значит, я. О, мы здесь отошли от религии, не так ли? Религия говорила нам, что вы действительно благословлены именно тогда, когда у вас ничего нет. Если вы бедные и смиренные. Ну, знаете, брат, мы помогаем нашим проповедникам оставаться нищими и смиренными. Но не мне. Потому что вы не мой источник. Аминь. Нет, нет. «Всегда и во всем, имея всякое довольство». Здесь где-то есть переливание через край. «Были богаты на всякое доброе дело». О, слава. Как написано, «Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость». Вам нужно взять и подчеркнуть здесь красным все слова. «Все и всякие». «Все, все и всякие». Аминь. Вы можете все это сделать? Некоторые из вас поняли это. «Чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Аллилуйя. А теперь я хочу взять мой расширенный перевод Нового Завета. Я хочу прочитать вам это из расширенного перевода. Он дает более близкое изложение того, что было написано в греческом тексте. «Бог же силен привести к вам в избытке всю благодать, всякое благоволение». Вам нужно благоволение? «Всякое земное благословение так, чтобы вы…» скажите «я». «Так, чтобы вы всегда и при любых обстоятельствах и какой бы ни была нужда были самообеспеченными, имея достаточно и не нуждаясь в помощи или поддержке». «О Господь!» «И были в избытке снабжены на всякое доброе дело и всякое благотворительное даяние». Как написано «Он благотворительный человек». Понимаете, когда вы читаете это в синодальном переводе, вы думаете, что это говорится о Боге. Нет, это говорится об этом человеке, об этом даятеле, об этом сеятеле семени, что Бог силен. Понимаете? Павел писал этим людям о пожертвовании. И обратите внимание. «Благотворительный человек расточает. Он дает нищим. Его дела справедливости, благости и доброты и благотворительности будут продолжаться и пребывать вечно. И Бог, который дает семя сеящему и хлеб в пищу, также даст и умножит ваши ресурсы для сеяния и умножит плод вашей праведности, которая проявляет себя в активной благости, доброте и дающей любви». О, здесь сейчас очень уместно воскликнуть. Это относится к каждому верующему. Это то, что Бог обеспечил для каждого. Тогда почему мы уже не течем в этом? Что ж, мы это выясним. Кое-чего из этого мы коснемся сегодня. Откройте 10 главу Евангелия от Иоанна. Я буду читать это из расширенного перевода. Потому что, если у вас нет расширенного перевода, то просто закройте свои Библии и послушайте это. Мы говорим о переливании через край. В 9 стихе, 10 главы Евангелия от Иоанна, Иисус сказал, «Я есмь дверь». «Любой, кто вы являетесь любым?» Мы знаем, что вы относитесь к трем категориям. Вы любой, вы если кто, и вы всякие. Поэтому каждый стих, в котором говорится, «Если кто, всякий или любой, относится к вам». Аминь. «Любой, кто входит через меня, будет спасен, будет жить. Он свободно войдет и выйдет, и пожить найдет». А кто входит и выходит? Любой, кто спасен. Любой, кто пришел к Иисусу. Любой. Мы говорим не о проповедниках, мы говорим не о том, где вы родились, где вы выросли, и кто вас вырастил. Мы говорим о любом, кто входит через эту дверь. Аминь. Знаете, если бы мы сказали, «Все в этом зале!», то это бы относилось ко всем, кто вошел через дверь. Иисус сказал, «Любой, кто придет ко мне, будет спасен». Значит, это дает право любому, кто входит через меня, входить и выходить. Что это значит? Вы не замурованы внутри, и вас не впускают. Вы становитесь свободным мужчиной, свободной женщиной. Вы входите и выходите. И где бы вы ни были, в городе или за городом, в деревне или не в деревне, вы найдете пажить. Слава Богу. Для вас всегда есть пажить. Это не зависит от кого-то еще. Это не зависит от того, на кого вы работаете. Это не зависит от того, чем вы зарабатываете на жизнь. Нет, нет, это зависит от того, что вы примете через эту дверь. Хорошо, давайте сделаем следующий шаг. «Вор приходит только для того, чтобы постараться украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы они могли иметь и наслаждаться жизнью». Я встречал многих христиан, которые ничем не наслаждаются. Может быть, именно поэтому они находят такое удовольствие в большой шумихе. Они не верят Богу ни о чем другом. Неизвестно ни тем, как мы любим друг друга, мы известны нашими церковными разборами. Но эти дни навсегда закончились среди этих людей. Это в прошлом, это в прошлом. И проследите вместе со мной. Что он здесь сказал? «Я пришел для того, чтобы они могли иметь и наслаждаться жизнью». Вы знали, что есть местописание, в котором говорится, «Воздайте Богу благодарение». Он дал нам все обильно для наслаждения. Аллилуйя. Наслаждаться жизнью и иметь ее. Иметь жизнь и наслаждаться ею в избытке в полной мере, пока она не будет переливаться через край. «Я добрый пастырь». Боже мой. Слава Богу. Он сказал, «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь жизнь и наслаждаться ею в полной мере, в избытке, пока она не будет переливаться через край. Я добрый пастырь. Добрый пастырь рискует и полагает свою жизнь за овец. Он добрый пастырь. Позвольте у вас кое-что спросить. Может ли добрый пастырь взять какую-нибудь маленькую овцу и сломать ей ногу, чтобы доказать ей, что он может ее вылечить? Моим овцам он такого не делает. Таким глупцом является наемник. Если я когда-нибудь увижу, что ты ломаешь ноги моим овцам, я нанял тебя для того, чтобы ты смотрел за этими овцами, а ты приходишь туда, состригаешь с них всю шерсть и не кормишь их. И пора проповедникам перестать стричь овец и никогда их не кормить. Бог поднял церкви не для того, чтобы нам было где проповедовать. Нет. Аминь. А для того, чтобы кормить овец, благословлять их, поднимать изобилующее, наслаждающееся жизнью стадо. Слава Богу. Аминь. Жизнью в полной мере. Помните, он сказал, «Любой, кто входит через дверь овчарни, тот спасется. Они принадлежат мне». И все, что он говорил уже после этого, он говорил спасенным. И он называл их «Любой, кто все, если кто, всякий». Аминь. Кто приходит к нему и через него наследует то, что есть в этой овчарне. И там есть намного больше. Там большее пажите. Там больше зеленых пажите и вот тихих. Аллилуйя. Аминь. Да, но, брат Копланд, есть также и долина смертной тени. Это не имеет никакого значения, если вы остаетесь пастырем. «Если я пойду, можно было бы сказать и так, если я буду ведом, потому что я не собираюсь никуда идти без моего пастыря, я сам забредал в эту долину, я сам по себе спотыкался и бегал, я жил в этой долине, мне больше этого не хочется. Я больше в нее не вернусь, если только мой пастырь не поведет меня туда. Если он поведет меня в долину смертной тени, что ж, слава Богу, идем. Но в оставшейся части этого стиха мы не убоимся зла. Почему? Потому что там наш пастырь. Он там. Он там постоянно. Аминь. И знаете, в следующем же стихе, в 22-м псалме говорится, что он приготовит трапезу перед нами в присутствии наших врагов. Это не небесный пир, потому что на небе у вас нет никаких врагов. Это говорится не о каком-то великом пире после того, как все покинут землю. Нет, нет, нет. Нет. Если там будут враги, значит, вы по-прежнему находитесь в долине смертной тени. И перед тем, как ее покинуть, вы устроите там банкет. Аминь. Аллилуйя. Почему бы не овладеть этой долиной? Назовем ее долиной солнечного света или как-то еще. Я имею в виду овладеть ее, пока пастор ведет вас туда. Потому что прямо посреди этой долины мы встанем и пойдем на зеленые пажите. и мы будем пастись рядом с водами тихими. Слава Богу. Если в этой долине никогда раньше не было зеленой пажите, и в ней раньше никогда не было никаких тихих вод, то они появятся там прежде, чем мы уйдем оттуда. Потому что Он пообещал. Аминь. Аминь. Это потому что мой Господь, мой Спаситель больше всего остального в этой долине. Не трогайте меня. Я немного узнал. Я все больше узнаю, как пользоваться моими правами по завету. И более того, это долина смертной тени. Тень еще никогда не причинила никому никакого вреда. Тень собаки еще никого не укусила. Эта тень находит туда, и вы видите только лишь тень этой собаки. Она кажется большой, как весь мир. Но кто-то включает свет, и у нее, оказывается, нет никаких зубов. Но знаете, если вы испугаетесь, вы испугаетесь тени, поскольку вы будете думать, что то, что бросает такую тень, должно быть действительно чем-то очень плохим. нет, потому что мы ходим во свете подобно, как он во свете, и его кровь очищает нас от всякого греха. Писание говорит, что мы рождены от света. Оно говорит нам облечься в оружие света. И оно говорит, что наш отец облекается в оружие и щит света. Угадайте, что? В той долине не будет никаких теней. Это было перенесено в Новый Завет. А в Новом Завете мы ходим во свете, слава Богу, подобно, как он во свете. И Библия говорит, что мы рождены от света. Мы дети света. И затем говорится, и вы свет. И говорю вам, свет пришел и ходил среди нас. и тьма не объяла его. Мы идем через долину тени смертной тьмы, которую смерть бросила на эту тень. Но помните, мы ходим во свете, подобно, как он во свете. Те люди взяли камни, чтобы побить Иисуса камнями. Помните, что он сделал? Писание говорит, что он скрылся. А как вы скрываетесь? Те люди ходили во тьме. и стало действительно темно, когда они решили убить Иисуса. Это плохое решение. Аминь. Стало действительно темно, когда они решили его убить. А он знал, как ходить во свете. Он постоянно соблюдал заповедь любви. Соблюдал заповеди своего отца, ходя в любви. Поэтому он просто ушел, и они не смогли его найти. мы выйдем на такой уровень, когда мы сможем делать то же самое. Потому что, если бы мы не могли этого делать, то со стороны Иисуса было бы несправедливо говорить нам обратить другую щеку. это непросто. Что ж, это был ваш лучший удар по этой щеке. А теперь попробуйте с другой стороны. Нет, нет. Он говорит совершенно о другом. Он говорит о вашей безопасности в свете Божьем. О вашей безопасности в долине смертной тени. Вашей безопасности как верующего. Когда вы пользуетесь преимуществом завета любви, пользуетесь преимуществом оружия света, пользуетесь преимуществом процветания Божьего, и этого переливающегося через край процветания, слава Богу, и вы начинаете ходить в этом, и вы начинаете исповедовать это, и этот мир не знает, что с вами делать. Но единственное время, когда мы видим, как тело Христова, церковь, ходила в этом серьезном масштабе, это во время великого излияния в Иерусалиме, сразу же после Дня Пятидесятницы, и сила Божья была настолько сильной, что мы видим, что людям было достаточно приблизиться к Петру на расстоянии его тени. В самой тени не было никакой исцеляющей силы. Исцеляла сила, исходившая из него. Помазание на нем. Свет Божий. Свет является первичной, исходной силой всего материального. Это божественная сила Вселенной, и он в вас. Но вы не можете продолжать затемнять его ссорами, неверием и непрощением. Приходит время для покаяния, чтобы ходить в этом и настолько посвятить себя этому, что вы лучше умрете, нежели нарушите эту заповедь. И когда вы выходите на такой уровень, тогда вы находитесь в том же самом положении, в котором находился Иисус, в котором находился Стефан. Когда Иисус сказал, Отец, прости их, они не знают, что делают. Он бы лучше умер, нежели нарушил заповедь своего отца, возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим и всей крепостью. И вторую, возлюбить ближнего своего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Что значит пророки? Это все то слово, которое Бог проговорил на землю через уста своих пророков, которое включает в себя и Новый Завет. Оно все утверждается на этой заповеди любви. Долина Смертной Тени не имеет силы над любовью, потому что Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть жизнь. Вы слышите меня? О, слава Богу! Откройте сегодня вместе со мной ваши Библии на 28 главе второзакония. Бог дал Адаму только одну заповедь. Он должен был не делать только одну. И ему была дана заповедь по линии власти. Бог направил его и фактически сотворил его в позиции власти. Но единственное, к чему Бог сказал ему не прикасаться, Адаму было сказано заботиться об Эдемском саде. Ему было сказано делать все эти вещи. Но Бог также сказал, не ешь от этого дерева. Это было дерево Бога. Это Его. Не ешь это. И вы можете видеть, где плод с этого дерева был десятина Адама? Понимаете? Это была Его десятина. Плод с того дерева принадлежал Богу. Он сказал, не ешь это. Не трогай это. Если ты съешь это, это убьет тебя. Если вы съедите сегодня Его десятину, это принесет смерть в ваши финансы. Это принесет смерть в вашу жизнь, в вашу семью и так далее. Аминь. И Адам нарушил единственную заповедь, которая была ему дана. А почему Бог дает заповедь? Почему Он дает такого рода указания? Какая Богу разница, что Адам сделал? Почему Он так конкретен в отношении этого? Почему Он хочет, чтобы оно было сделано именно так, а не иначе? Потому что был преступник, который стучался в дверь, пытаясь попасть внутрь. Если бы не было никакого сатаны, то не было бы и никакого искушения сделать это как-то по-другому. Вы меня сейчас слушаете. Не было бы никакого... Адам об этом бы и не думал. Он был подключен к Богу. Его мысли приходили от Бога. Он бы об этом и не думал. Но был преступник, который пытался попасть внутрь, который пытался заполучить его власть, который пытался контролировать его, который пытался как-то вернуть себе какого-то рода власть и контроль. Поэтому Адам был искуситель. Бог, зная сатану, зная его силы, его слабости, его ограничения, покрыл Адама, дав ему прямое повеление. Ему необязательно было в тот момент понимать, почему я не ем от этого дерева или почему я ем от этого дерева. Ему необязательно было понимать это. как только это стало заповедью, вы уже это не делаете. Потому что Бог покрывает вас от того, что грядет, о чем вы даже и не знаете. Это не означало, что Адам всегда не будет знать. Почему? Поскольку ему была дана позиция власти. У него было право на мудрость Божью, поскольку он был сотворен по подобию Божьему. И ему была дана ответственность Бога с маленькой буквы. Вы понимаете? Все могущие являются высшим, суверенным Богом. Адам был сотворен Богом с маленькой буквы, правителем, духовной властью над этой землей. И Бог покрыл его, дав ему повеление, которое поставило его в позицию. Если я буду послушен этому, я буду оставаться в победе, даже несмотря на то, что я пока не понимаю, почему мне было это велено и как все это работает. Но я защищен, поскольку все, что мне нужно делать, это делать все так, как делает он, и это будет работать. Аминь. Поэтому теперь мы понимаем, почему кое-что происходит так, как оно происходит. 28 глава второзакония. Я хочу, чтобы вы прочитали вместе со мной первый стих. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько эти вещи ориентированы на заповедь. И будет, как сказано в оригинале. Это нужно выделить ярким маркером. Это нужно подчеркнуть. Обвести в рамочку из маленьких звездочек. Или выделить как-то еще. Как вы выделяете красиво что-то в своей Библии. Слава Богу. Если у вас настолько драгоценная Библия, что вы не можете в ней ничего выделять, тогда положите ее в стеклянный ящик, поставьте ее на какой-нибудь столб, где бы вы могли время от времени кланяться ей, а потом пойдите и купите себе такую Библию, в которую вы могли бы что-то выделять и помечать, слава Богу, поскольку именно она будет теперь говорить вам. Аминь. Скажите это. И будет. В этом есть какое-то сомнение? Это будет. И будет. Если мы будем плакать, причитать и достаточно долго кричать, если будем плакать достаточно большими слезами и если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять, вы должны быть исполнителями этого. все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли и придут на тебя все. Здесь снова это слово все. Бог серьезен в отношении слова все, не так ли? И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласы Господа, Бога твоего. Какого гласа? Что Он заповедал? Аминь. Поэтому, если я правильно это читаю, если я слушаю, что Он говорит, тогда Он намечает в общих чертах успех для моего будущего. мне больше не нужно беспокоиться об этом. Мне больше не нужно беспокоиться о том, что я должен в жизни делать. Вот оно, о чем мне нужно беспокоиться. Вот о чем я беспокоюсь в первую очередь. Поскольку, если я буду это делать, все эти благословения придут на меня и исполнятся на мне. Если вы прочитаете здесь 14 стих, вы увидите, что это благословение Авраама. А если вы принадлежите Христу, тогда вы семя Авраама и по обетованию наследники. Иисус был сделан проклятием за нас, чтобы благословение Авраама могло распространиться на язычников или на отделенных от Бога через Христа Иисуса, дабы мы могли получить обещание Духа. И некоторые люди говорили, вот, посмотрите, это принять Духа Святого. Не совсем. Это принять то, что Дух пообещал Аврааму, что включает в себя принять Духа Святого. Но оно этим не ограничивается. Здесь сказано, все эти благословения придут на тебя и исполнятся на тебе. Поэтому вот о чем я в первую очередь забочусь. Бог ориентирован на заповедь, как я уже сказал, не потому, что Он просто пытается вести себя как командир. Он против греха не потому, что Он не хочет, чтобы мы хорошо проводили время, или просто пытается вмешиваться в нашу жизнь. Он против греха, потому что грех убьет вас. Если вы заметите, все Его заповеди направлены на то, чтобы защищать нас от греха и смерти. До того, как я родился свыше, все, что мне нравилось, было беззаконным, безнравственным или вело к ожирению. Все желания моей жизни были направлены не в том направлении. И хотя я и знал, что они были неправильными, поскольку меня правильно воспитали, мои родители не были виноваты в том, что первые 25 лет своей жизни я прожил так, как я их прожил. Я знал, что поступал неправильно, но у меня не было никакой защиты от этого. Итак, и будет, это будет. Это должно засесть в вашем духе. Оно должно настолько засесть в нем, что вы не сможете в этом сомневаться, даже под дулом пистолета. Это будет. вы делаете это, и благословения будут делать это. Эта земля была сотворена по велению Бога, и она будет реагировать и отвечать сегодня на те же самые повеления. Это не что-то из серии «Пан или пропал». «Пан или пропал» это когда мы оставляем наше место и занимаем место Бога, или когда мы пытаемся заставить Бога действовать на нашем месте, а сами ничего не делаем. И я не знаю, почему мы позволили себе прийти к тому, что мы пытались занять Его место, а затем пытались заставить Его занять наше место. И мы пытались занять место Бога тогда, когда пытались быть сами себе Богом. Строили свои собственные планы, решали, что мы будем делать, а затем пытались заставить Бога это сделать. Это вообще не имеет никакого смысла. Никакого. Когда это настолько врезается в ваше сознание, что мне был дан самый главный ключ к самому главному плану. И я уполномочен Богом жить в нем и ходить в нем. И результат будет именно таким. Он сделает меня головой, а не хвостом. И если я продолжаю ходить в этом плане, зная, что мои братья и сестры присоединяются к этому и будут ходить в этом плане с нами, как сказал Кейт Батлер, мы изменим не только семью, это изменит церковь, это изменит город, это изменит область, это изменит нацию. И сегодня по всему миру есть нации, которые всего несколько лет назад были полностью атеистическими. А сегодня они объявили всему миру, мы христианская нация и мы действуем по законам Господа Иисуса Христа. Это провозгласила Уганда, Украина и у нас Соединенных Штатах. Я на прошлой неделе проповедовал в индейской резервации в районах реки Йеллоустоун. Это племя провозгласило себя христианской нацией. Слава Богу. Соединенные Штаты много лет назад провозгласили себя христианской нацией и дьявол пытается забрать это у нас. Он не может это заполучить. Как сказал брат Кейт Мур, мы распрощались немного лет назад. Он не может приходить сюда и делать это. Но как говорил Кейт Батлер и как говорил брат Билл, граждане Царства Божьего должны жить как граждане Царства Божьего. как мы это делаем? И будет. Внимательно слушайте. Проводите время. Я должен вам это сказать, рискуя быть неправильно вами понятым. Прежде чем вы будете что-либо изучать, когда вы садитесь изучать исцеление, изучать праведность, изучать рождение свыше, когда кто-либо из вас, кто находится в служении, садится изучать то, о чем он собирается проповедовать. Утверждайте в своем сердце и в своем разуме. Каждый раз. Что бы Бог не повелел, это стоит на первом месте. В итоге вы будете проводить больше времени, изучая это, нежели, например, скажем, исцеление. Вы будете проводить больше времени, изучая эту заповедь, и это приведет вас прямо в исцеление. Если вы начинаете с того, что он заповедал, это приведет вас прямо в рождение свыше. Это научит вас тем вещам о рождении свыше, которых вы раньше не знали. Но если вы пытаетесь изучать рождение свыше без этой заповеди, вы будете натыкаться на своем пути на пни и стены, которых вы не понимаете, поскольку оно все основано на том, что он заповедал. Оно не основано на том, что думает об этом какая-то другая деноминация. Когда мы будем отходить от того, что он заповедал, это будет заводить нас в смешные и странные доктрины. Аминь. Потому что, опять же, мы начинаем верить в какие-то вещи, потому что кажется, что так оно возможно и есть. И начинаем пытаться ответить на духовные вопросы и тайны естественным плотским знанием. И вы не можете заставить это работать. Хорошо, перейдем к пятнадцатой главе. К пятнадцатому стиху, извините. Двадцать восьмой главы второзакония. «И будет», как сказано в оригинале. То есть, это настолько же несомненно, как оно было в первом стихе. Не так ли? «И будет», если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии, вся эта горечь, и постигнут тебя. В интересах вашего изучения Библии, некоторые из вас, возможно, уже изучали этот вопрос. Но я все равно поделюсь этим с вами. Вы заметите, что, например, посмотрите двадцатый стих. «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение...» Подождите минутку. Сначала говорится, что проклятие придет на меня, а потом здесь говорится, что Господь наведет его на меня. Была проблема в переводе Библии. Вы должны помнить, что этот перевод был сделан не одно столетие назад, и он прошел через несколько языков прежде, чем, например, дошел до английского. И главная проблема состояла в том, что английские переводчики не говорили на еврейском языке. Они знали еврейский язык из книг. В семинариях тогда религиозно учили кое-чему насчет еврейского языка. Хотя в действительности, практическое знание еврейского языка было только у евреев. И между евреями и людьми, переводившими Библию, не было никаких взаимоотношений. Они не понимали, что в еврейском языке есть допускающий глагол. Поэтому они считали все причинным. И в 15 стихе оно правильно переведено. «Это придет на тебя, если не будешь слушать». Все эти проклятия, вся эта горечь придут на тебя и постигнут тебя. Богу не нужно было ни на кого и ни на что насылать проклятие. Оно уже было здесь. Если вы ходили в завете с ним, если вы ходили под его зонтиком, в этом-то и была суть этой заповеди. Этих заповедей. Ведите себя соответствующим образом и ходите в завете со мной. «И я буду защищать вас от этого проклятия, которое пришло на эту планету, когда Адам согрешил». Вы слушаете? Подумайте об этом следующим образом. Представьте себе, что вы идете по прямой линии, и кто-то идет рядом с вами, и он держит над вами зонтик. И вы идете по этой линии. Все, что вам нужно сделать, чтобы вымокнуть, это отклониться от этой линии. Просто выйти из-под зонтика на дождь. Человек, идущий рядом с вами, не будет убирать зонтик. Не будет. Почему? Потому что он сказал «и будет». Если вы будете слушать, вы не намокнете. Вы понимаете, почему я сказал, и что я хотел этим сказать? Вы идете там вместе с ним, и он гарантирует вам, что он держит над вами зонтик, и он не собирается его убирать. Он дал эту заповедь в первую очередь для того, чтобы помочь вам оставаться под ним. Ввиду своего духовно мертвого состояния после грехопадения Адама, они не могли понять эти духовные законы, если бы вы им их сказали. Они не могли получить откровение, как можете получить его вы. Они не могли получить знание откровения от Духа Божьего, разве что только на очень ограниченном уровне, и то только если они были священником, царем или пророком. Вы должны были иметь на себе это помазание, чтобы быть в состоянии получить какое-то откровение от Бога. И затем вы передавали его людям, и они должны были просто быть послушны ему, поскольку они знали, если мы послушны, мы живем, если мы непослушны, мы умрем. И оно так и сегодня. Ну же. Хорошо, ну же. Вы сидите и смотрите на меня. Что? Это по-прежнему для царя, священника и пророка. Мы – царственное священство. Мы – цари, царем которых он является. Аминь. И Иисус сказал, что величайший пророк Ветхого Завета, которым был Иоанн Креститель, Иисус сказал, что он был больше всех пророков, рожденных женщинами. Он ниже в духовной власти, чем меньший в Царстве Божьем. Поэтому меньший, рожденный свыше, пересотворенный человеческий дух более силен, чем высший по рангу пророк Ветхого Завета, поскольку тот не был рожден свыше. Вы видите, куда это нас ставит? Поэтому верните себя на эту линию. На ней вы ходите под Божьей защитой. Все, что вам нужно сделать, чтобы промокнуть и попасть в эту бурю, это выйти из-под зонтика под дождь. Он придет на вас. И именно так вы и должны считать всю эту 28 главу книги Второзакония. Мы не будем сейчас это открывать, потому что нам нужно сделать кое-что другое. Но в том, 30 главе, в 19 стихе, Бог сказал, «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, или горечь, горечь смерти, духовная смерть, умственная смерть, физическая смерть, финансовая смерть. избери жизнь». Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. А как вы избираете жизнь? Ну, конечно, мы знаем, что мы избираем жизнь. Иисус сказал, «Я пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком». Мы знаем, что выбрав Его, мы выбрали жизнь. Но просто выбрать Его – это одно дело. А выбрать Его и потом не делать то, что Он говорит, это вернет вас обратно в смерть. Иисус сказал, «Что вы зовете меня? Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю». Поэтому заповедь – это все. Итак, заповедь – это все. Она все. Она вовлечена в каждый вздох. Она вовлечена в каждую мысль. Слово Божье говорит неиспровергать замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего или против того, что вы знаете о Боге. Когда дьявол приходит и говорит вам, что вы не получите сейчас ваше исцеление, потому что Бог хочет, чтобы вы поболели еще шесть месяцев, это ложь из ада. И Библия говорит вам неиспровергать ее. Даже не прокручивайте эту мысль еще раз. Ну, брат Копплот, мне кажется, что я просто не могу об этом не думать. Не находите кучу оправданий. Библия сказала вам это делать. Если она сказала вам это делать, вы можете это делать. Она не сказала, что вы можете делать это сами по себе. Но вам дано оружие, с которым вы можете это делать. Вам дан его дух, его имя, его слово, его жизнь, его надежда, его вера, его праведность, его любовь, его оружие. что еще вам нужно? Дело не в том, что вам что-то нужно. У вас есть все, что вам нужно. Просто дьявол отговорил вас этим пользоваться. Итак, как Иисус ходил во всех этих заповедях? как он это делал? Откройте Евангелие Утеана и посмотрите 15-ю главу. Я хочу, чтобы вы прочитали 9-й стих. И когда мы будем это читать, помните о следующем. Это завещание Иисуса. Мы получили наследство через Него. Прочитайте это сейчас. Это часть вашего наследства. Все, что Он здесь сказал, является вашим. 9-й стих. Как Боже мой возлюбил Меня Отец и Я возлюбил вас. Боже мой. Это все, что вам нужно знать. Этого должно быть достаточно, чтобы расставить все точки над И. Посмотрите. Прибудьте в любви Моей. Он сказал, Я люблю вас так же сильно, как Отец возлюбил Меня. Я люблю вас в равной мере, как Отец возлюбил Меня. Прибывайте в Моей любви. Сейчас вы это поняли? Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Моей. Именно так Он жил безгрешной жизнью. Он жил безгрешной жизнью не потому, что Он был совершенным. Нет-нет. Он был совершенным, потому что Он жил безгрешной жизнью. Адам был совершенным. С Ним не было ничего неправильного. Он был сотворен совершенным. Но Он также был способен на грех. Иисус точно также был способен согрешить. Он точно также был на это способен. Иначе сатана не мог бы Его искушать. Если бы это было не так, Иисус бы не был правомерной праведной жертвой за вас и за меня. Мы с вами можем жить такой же свободной от греха жизнью, какой жил он. Не потому, что мы никогда не оступаемся, а благодаря драгоценному дару покаяния. У нас есть кровь Иисуса. И не будьте глупцом, когда вы нарушаете заповедь любви. Ввязывайте ссору, начинайте ворчать и так далее, или впадайте в какой-то другой грех, и потом ждете три или шесть, пять, восемь или семь месяцев, или два года, чтобы наконец покаяться. Это может быть ответом на вопрос, насколько можно быть глупым. Нарушение приносит страх. Страх приносит смущение. И люди боятся обращаться к Богу. Наверное, Бог больше меня не любит. Не обвиняйте его в этом. Нет, нет, нет ничего, что вы могли бы сделать, чтобы заставить его перестать вас любить. Есть много того, что вы можете делать, причиняя ему боль. А он не потворствует многому из того, что вы можете делать. Но, дорогие мои, он никогда не перестает любить вас. Нет, нет, почему, почему нет? Вы хотите знать, почему? Послушайте, на это есть веская основная причина. Вы хотите знать, почему? Хорошо, потому что я скажу вам. Он только что вам здесь сказал, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди отца моего, и пребываю в его любви. Какой была заповедь его отца? Откройте Евангелие от Матфея, 22 глава. К Иисусу подошел человек и спросил, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И на этот вопрос нет двух или трех ответов, есть только один. Но он подошел и спросил это не с правильным сердцем. И в 37 стихе Иисус сказал, даже вернитесь к 35 стиху. И один из них законник искушая его спросил. И заметьте, Иисус не тратил много времени, отвечая этому человеку, поскольку тот искушал его. Но помните, богатый юноша Евангелие от Марка подбежал к Иисусу. Пал к его ногам и спросил, что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную? И ответ был тем же самым. Единственная разница в том, что он не искушал Иисуса. Тот человек боялся, что он умрет. У него была печаль, у него была грусть и так далее. Его жизнь разваливалась на части. Он подбежал как Иисус упал перед ним. Вместо того, чтобы просто ответить так, как он ответил тому законнику, Иисус повел его шаг за шагом. И Писание говорит, что Иисус посмотрел на него и полюбил его. Он послужил ему своими глазами, прежде чем продолжил что-либо ему говорить. Есть взгляд любви. Именно поэтому мы знаем, что тот богатый юноша не был потерян. И история говорит нам, что это был Варнава. Аллилуйя. Он не мог никуда деться от этих глаз. Иисус посмотрел на него. Вы можете делать то же самое, потому что любовь, которой бог возлюбил Иисуса в вас. Иисус сказал это в 17 главе Евангелия Теана. Хорошо, давайте посмотрим здесь дальше. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что он сказал. Он спросил Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? В 37 стихе Иисус говорит, Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Хорошо соедините это с тем, что мы прочитали в 15 главе Иоанна. Если вы соблюдаете мои заповеди, выходите в моей любви, я люблю вас так же сильно, как Отец возлюбил меня. Это та же самая любовь. Так же сильно, как Отец возлюбил меня. Так же сильно, как Отец возлюбил меня. Почему? Давайте подумаем вместе со мной. Почему Он это сделал? Почему Он любит вас? Почему Он возлюбил их так Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Можно я немного для вас это перефразирую? Возлюби ближнего твоего так, как Бог любит тебя. так, как любит вас. Теперь я спрошу вас еще раз. Почему Он возлюбил их так же сильно, как Его Отец возлюбил Его? Он соблюл эту заповедь. Разве не это Он только что сказал? «Знаете, я могу сейчас потрунивать над вами, но мне потребовалось много времени, чтобы ухватить это». Конечно, и Он по-прежнему соблюдает эту заповедь. Он любит вас так же сильно, как Отец любит Его. Ему придется согрешить, чтобы не любить вас. Это не основано на чем-то, что вы сделали или когда-либо сделаете. Это основано на данной заповеди. И как Он соблюдал ее тогда, точно так же Он соблюдает ее и сейчас. И когда мы учимся делать то же самое, и мы соблюдаем эту заповедь, когда эта заповедь становится чем-то самым большим в вашей жизни, она больше всех проблем, она больше вашей семьи, она больше ваших денег, она больше всего вашего будущего. Она самое большое, что существует в вашем разуме, когда вы размышляли над ней и размышляли над ней, она записана у вас на каждой дверной ручке вашего дома, на косяках. Слово Божие как раз и говорит нам записать эти заповеди, чтобы ухватиться за них. Повесьте их на косяки дверей, развесьте их повсюду. Писание говорит обвязать ими шею свою. Другими словами, держите за это до тех пор, пока оно не окажется там, не врежется в вашу память. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью и возлюби ближнего твоего как самого себя. И скажите и это слово это прозвучало не очень хорошо. Это будет все эти благословения придут на тебя и исполнятся на тебе. Аллилуйя! Это самое большое в жизни. Именно поэтому Он и сделал это заповедью. Поскольку требуется целая жизнь и потребуется вечность, чтобы хоть как-то приблизиться. Вы и близко не можете познать все об этом. Потому что Бог есть любовь. Но откройте третью главу послания к эфесянам прежде, чем вернуть словечко. «О, да, брат Копланд, я не хочу, чтобы вы вносили в это свою религию и начинали отсекать себя еще до того, как мы закончим служение». Третья глава «Послание к эфесянам». Это молитва, которой молился апостол Павел. 14 стих. «Для сего преклоняю колено моей пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Другими словами, всякое Отечество или вся семья на небе и на земле была наделена той же самой властью, что и Иисус, если Он является вашим Господом и Спасителем. «У вас есть Его имя. Мы были названы в честь Него. Моя фамилия Коплунд. И когда я достиг соответствующего возраста, и мой отец наделил меня всей своей властью с этой фамилией, я имею ввиду, что Он мог доверить мне свою чековую книжку. Он понимал, что не стоило этого делать, но Он мог это сделать, не так ли? Он мог это сделать. В конце концов пришло время, когда Он мог, если это было нужно, Он мог дать мне доверенность, разрешение. Именно этим и является доверенность. «У тебя есть равная власть со мной над Моим именем». Именно это и происходит в Завете. Заветный ребенок, мы называем это усыновлением. Усыновление это не самое лучшее слово, и оно действительно было обесчищено, особенно за последние 20 лет у нас, в Соединенных Штатах. Люди говорят так, как будто быть усыновленным это что-то фатальное, понимаете? Нет, нет, нет. Быть усыновленным значит по Завету войти в эту семью. Это значит, что вы родились еще раз. в свое время вы родились у кого-то, но по той или иной причине вы даже не знаете, кем были эти люди. Но вот пришел кто-то другой и заключил с вами Завет и поклялся перед законами страны, что это мой ребенок и у него есть все наследные права моего имени. и вы выросли зная только это имя. И Библия называет наш Кровный Завет Духа Святого усыновлением Бога Отца. Это означает, что через несколько дней после вашего рождения вы родились еще раз и после этого вы живете свою жизнь через ваших родителей по Завету. Где самое время воскликнуть? Хорошо, у нас мало времени. Поэтому давайте прочитаем это. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Итак, Дух Святой должен будет укрепить своим могуществом вашего внутреннего человека, иначе вы никогда к этому не придете. И послушайте, верою вселится помазание в сердца ваши, поэтому вам придется принять это верой, чтобы вы и вот ключевой аспект укорененные и утвержденные в любви. Это просто указывает на заповедь любви. И когда эти апостолы писали о любви, они указывали на заповедь любви, и они считали, что вы понимаете это, поскольку начнем с того, что они подумать не могли, что кто-либо когда-либо будет нарушать эту заповедь, раз Иисус повелел всей церкви. Аминь. Итак, укорененные и утвержденные в любви, укрепленные могуществом Духа Святого в вашем внутреннем человеке и принимающие это верой и принимающие вот что могли постигнуть, это не просто понять, а постигнуть Кейт Мор, Билл Уинстон и я, мы все трое пилотируем реактивные самолеты. Это не потому, что мы какие-то странные, непонятные или особенные. Нас просто научили этому. Кому-то, кто покупает билет на самолет, нужен кто-то, кто бы пилотировал этот самолет. Он понимает, что самолет летает и летает быстро, летает туда и так далее. Поэтому он может воспользоваться этим. Ему не обязательно знать, как управлять самолетом. Но у него есть понимание авиации, а у нас есть практическое знание авиации. В этом-то и разница. Мы были научены этому, а кто-то нет. Могли постигнуть, иметь практическое знание, будучи наученными. Со всеми святыми. Что, брат Копланд? Что широта? То есть, какой ширины? Что долгота? То есть, какой длины? Что глубина? То есть, как глубоко? Что высота? То есть, как высоко? Друзья, если вы можете предложить какой-то другой параметр, я хотел бы знать, чему он равен. Какой оно ширины? Какой оно длины? Какой оно глубины? Какой высоты? А что мы здесь изучаем? И уразуметь! Мне нравится здесь это слово. В греческом языке это слово геноска, которое означает иметь о чем-то близкое знание. Это слово также переведено как близкие отношения. Это самые близкие отношения между двумя людьми. И он здесь говорит, укорененные и утвержденные в любви, когда помазание верой обитает в вас, и вы принимаете веры, укрепленные могуществом Духа Святого в вашем внутреннем человеке, и это для всех святых. но вы заметили, что здесь говорится вместе со всеми святыми. Вы не можете сами по себе плавать на своем маленьком корабле и получать много откровений от Бога. Нет. Мы тело, мы соединены друг с другом, и это очень важно. Когда одному из нас больно, нам всем больно. Осознаем мы это или нет, но мы слабее от этого. И иметь близкие отношения с любовью помазанного и его помазания. Кто любовь жизни Христа? Бог. Он говорит о том, чтобы укрепленные Духом Святым, верой, укрепленные и утвержденные в любви, мы со всеми святыми могли узнать широту, долготу, глубину и высоту и иметь близкие отношения с Отцом. А религия говорит, о, брат Копланд, вы никогда не знаете, что Бог будет делать. Если мы прожили миллион лет, мы никогда бы не смогли понять Бога. Смогли бы, если Бог является учителем. Нет, вы не можете сделать этого сами по себе, на естественном уровне. Но мы не сами по себе, и мы не должны это делать на естественном уровне. Именно это и произойдет, когда вы оставите естественный уровень, укореняясь и утверждаясь в этой заповеди. И будет. О, да, потому что Он Сам становится учителем. Аминь. И я покажу вам, какой Он Учитель. «Дабы вам исполнится» О, вот опять это слово «всё». Боже мой, нам стоит перечитать всю Библию, ищая в ней слова «всё». Не так ли? «Дабы вам исполнится всей полнотой Божьей». Я вам кое-что скажу. Вся полнота Божья – это переливание через край везде, потому что Он больше, чем что-либо другое. Его полнота заливает всё остальное. Но мы пока ещё не там, но мы близко. А тому, кто может, Он может. Он может. Он может научить меня его широте, его долготе, его глубине и его высоте. И Он может привести меня в близкие отношения с Ним. Он может явить себя во мне, через меня, надо мной, подо мной и вокруг меня, если я буду укоренять и утверждать себя в его любви, в его слове. Несравненно больше всего. Вот опять это слово всё. Чего мы просим или о чём помышляем. Я вышел на такой уровень, когда, по крайней мере, на мой взгляд, я прошу и помышляю в достаточно больших масштабах. Несколько лет назад я вошёл в миллиардный поток, и я увидел, что мне этого мало. Мы с Крефло работаем над тем, чтобы быть триллионерами. В мире есть миллиардеры. У Иисуса должно быть что-то, чего нет у этого мира. Вы скажете, «О, брат Коплант, вы снова впадаете в крайность». О, да. И вы слышали только что, что я открыто признаю. Аминь. «Спасибо тебе, Господь Бог». Аллилуйя. Поставьте эту заповедь на первое место. По сути, это всё, что Бог сказал вам делать. Если вы это делаете, так легко тогда слышать Его голос. и когда вы в первую очередь становитесь управляющими этой заповеди, приходит откровение. Вы начинаете понимать, что делать здесь. Вы начинаете понимать, что делать там. Вы слышите, как кто-то проповедует слово веры, и вы говорите, «Ага, откровение просто приходит и течёт». Вам не нужно бороться, чтобы получить его, поскольку в вашей жизни нет страха, который бы блокировал его. совершенная любовь изгоняет страх. Аллилуйя. Я верю. Я верю, что сейчас самое время воскликнуть. Аллилуйя. На Второзаконе 28.1. А также посмотрите 3 главу 1 Иоанна. Слава Богу. Бог поднял нас на новый уровень в духе, в откровении Его Слова. Но вспомните апостола Иакова. У Иакова была уникальная возможность. Именно поэтому нам нужно очень внимательно изучать, что он написал в послании Иакова, поскольку Иаков был сводным братом Иисуса и вырос с ним в одном доме. Иисус не совершил ни одного чуда до своего крещения в Духе Святом в реке Иордан в возрасте 30 лет. «Чудо на свадьбе в Кане Галилейской было первым». Или мне очень нравится, как говорил брат Билл, первое проявленное дело Божье было на свадьбе в Кане Галилейской, когда он превратил воду в вино. Но Писание говорит, что Иисус совершенно угодил отцу, «А без веры этого не сделать». Поэтому он 30 лет жил верой до того, как совершил это первое чудо. Вы следите сейчас за ходом моей мысли? И Иаков вырос в той же семье и видел, как Иисус жил верой. Аминь. Иисус принес Слово Божье Тору он принес пророков. Он принес все это в их семью и руководил их семьей. Особенно после того, как его отчим Иосиф покинул их. Я не знаю, куда он ушел, но куда бы он не ушел, он ушел с Богом. Но его не было там к тому времени, как Иисус вошел в свое служение. И Иаков сказал, что если вы не становитесь исполнителем Слова, если вы не поступаете по Слову Божьему, тогда вы потеряете его. И будете подобны человеку, который смотрит в зеркало, отходит от него и забывает, как он выглядит. Конечно, вы не забываете свой общий внешний вид, но вы можете каждый день смотреться в зеркало и не знать в дюймах или сантиметрах какой длины у вас уши. Почему? Потому что вы никогда не потратили время на то, чтобы измерить их. Вы не знаете, какой длины у вас нос отсюда, от уровня глаз и до кончика носа. А зачем мне это знать? Не знаю. Но вы не знаете, пока по той или иной причине вы специально не измерили его и не поступили на основании этого знания. И это, благодаря решению, становится частью вас. Вот о чем он говорил. И затем он назвал это зеркало Словом Божьим, и он назвал его совершенным законом свободы. Поэтому, когда вы принимаете решение поступать по Слову Божьему и соблюдать заповедь Божью, мы говорили о том, что Слово Божье ориентировано на заповедь. Все вращается вокруг того, что заповедал и повелел Бог. И он заповедал это потому, что он знает больше, чем знаем мы. Он знает больше, чем знает дьявол. Если бы вы были на небесах, вам бы не нужно было заповедовать, потому, что на небесах нет искусителя, поэтому там не будет ничего неправильного, чем можно было бы искушаться. Следовательно, вам не нужна будет заповедь, поскольку все идет так, как Бог с самого начала это сотворил. Но здесь, на этой земле, есть искуситель, здесь есть вор, здесь есть серийный убийца мира. Поэтому Бог дает нам заповедь или повеление. Если мы соблюдаем эту заповедь, нам не обязательно понимать все, что можно об этом знать, для того, чтобы соблюдать ее. И когда мы соблюдаем ее, и делаем все так, как делает он, тогда дьявол бессилен, у него нет никакого интереса, он не может у вас украсть, он не может принести через вас свою ложь, потому что вы поступаете по заповеди, вы делаете это таким образом, поскольку именно так оно и работает. Аминь. И чем больше вы соблюдаете эту заповедь, тем больше вы о ней узнаете. Аминь. Бог не пытался держать Адама в неведении, у него просто не было времени узнать разницу между добром и злом. Он мог бы узнать ее, не совершая зла. Иисус не совершил зла. Безусловно, Иисус понимал разницу между добром и злом, не так ли? Как Он ее узнал? Написано. Написано. Хорошо. Давайте вернемся и прочитаем это. Второзаконие 28.1, как сказано в оригинале, «И будет, воскликните хоть раз, и будет, если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли, и все, все, о, слава, все, исцеление это благословение, финансовое просветание это благословение, крепкий брак это благословение, и придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего. Аминь. Аминь. Теперь давайте обратимся к третьей главе, первого послания Иоанна, и перенесем это в Новый Завет. Посмотрите 21 стих. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, чего не попросим, чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А что благоугодно перед Ним? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью. Это заповедь. И любите друг друга, как Он заповедал нам. А как Он заповедал? Возлюби ближнего твоего, как самого себя, что равносильно первой заповеди. Перед Ним благоугодно, когда мы любим ближнего своего, как самого себя. Любите своего ближнего так, как вас любит Бог. Аминь. Вы успеваете за мной? Хорошо. Чего не попросим? Разве это не похоже на второзаконие 28, 1-2 стихи. «И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на себе». И позвольте мне раскрыть вам здесь другую мысль. Мы уже обсуждали это по 28 главе второзакония. это не то, чтобы Богу нужно было встать со своего престола и спуститься вниз, чтобы исцелить вас или благословить вас, или что-либо для вас сделать. Но такое у нас было об этом религиозное представление. И оно настолько глубоко врезалось в сознание христиан. оно было настолько усилено всевозможными сентиментальными идеями, что доходило даже до того, что заявлялось, будто Бог больше не совершает никаких чудес. Поэтому Он решил не спускаться вниз и не помогать мне. Даже с негативной стороны этого мы продолжали думать, что так или иначе я молюсь земли и Бог пошлет на землю силу и Он сделает это для меня. И потом я не знаю, вернется ли он сразу обратно или побудет тут еще пару дней. И это неправильно. У меня нет времени подробно на этом останавливаться, поэтому я просто скажу, что это полная глупость. Хорошо? Надеюсь, я понятно это объяснил. Это религиозное, придуманное людьми идеи и представления. А мы обратимся к реальности этого. Слава Богу! Он сказал, что чего не попросим, получим от него. Почему? Потому что мы ходим в его заповеди. какая польза? Что вовлечено? Когда мы читаем или слышим, как какой-то помазанный человек говорит, если вы можете верить, вам все возможно. Какое вера имеет к этому отношение? Если мне придется верить, я хотел бы знать. Я имею в виду как? Почему? Что это? Возможно, я слишком любопытный. Не поймите меня неправильно. Я готов, хочу и могу. Я не ставлю под вопрос, должен я верить или нет, потому что я увидел это в Слове Божьем. Вы никогда не ставите под вопрос то, что говорит Слово Божье. Вы верите этому и затем действуете. И вы можете задать вопрос, почему оно так говорит, когда оно так сказало, где оно так сказало и кто это сказал. Но никогда, например, Иисус родился от Девы. Я никогда больше не ставлю под вопрос, что Он родился от Девы. Я могу спросить, как Он родился от Девы, где Он родился от Девы, кем была эта Дева, почему Он родился от Девы. Но я никогда больше не ставлю под вопрос тот факт, что Он родился от Девы. Вы следите здесь за ходом моей мысли. Ранами его вы исцелились. Не основывается на том, больно мне или нет. Оно не основывается ни на чем другом, кроме как на ранами его вы исцелились. Итак, я исцелен. Поэтому теперь я хочу узнать, как я исцелился, когда я исцелился, где исцелился, и что мне нужно делать для того, чтобы упражнять это и приводить это к полноте в моей жизни и так далее. Но я никогда больше не ставлю под вопрос, что я исцелен. Или никогда не исповедую своими устами. Иисус когда-нибудь меня исцелит? Нет, нет. Когда мы начинаем понимать эти принципы и приводить их в действие, мы начинаем делать и поступать на основании Царства Божьего, которое в нас. У нас было представление, что надо молиться. Бог пошли силы, чтобы привезти деньги. Бог пошли силы, чтобы принести исцеление. Бог пошли силы, чтобы исправить эту ситуацию. Бог пошли силу. Иисус, я просто не понимаю. Я молился, я верил, и я все это делал. Как так получилось, что... Будьте аккуратны, начиная заводить такие разговоры, потому что вы близки к тому, чтобы сказать. Я не знаю, почему ты не сделал этого раньше. Почему ты меня не исцеляешь? Ты исцелял тех людей. А почему ты не исцеляешь меня? Почему ты не исцеляешь меня? Это очень опасная дорожка. Вы обвиняете Бога в том, в чем Он не виноват. А это опасное дело. Если бы не милость Божья, от каждого из нас остались бы одни угольки. Просто стоите там и называете Бога лжецом. Что ж, Слово Божие говорит, не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите. Не на добро или неправильно. Давайте вернемся к нашему вопросу. Почему я должен верить? Какое вера имеет к чему-либо отношение? Хорошо, мы это выясним. Вы хотите знать? Хорошо, мы сейчас это выясним. Слава Богу. Мне нужен стул, чтобы положить это. Я туда не вернусь. Мне там не нравится. Все хорошо, но я лучше буду здесь, внизу. Итак, Чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его так, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Помазанного и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. Подчеркните это жирной линией. Подчеркните это. А что Он пребывает в нас? Он пребывает в нас. Я сказал, Он пребывает в нас. Обратитесь к 4 главе. 4 глава. 13 стих. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас. Он в нас. Он в нас. Скажите это. Он в нас. Узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, кто значит Я. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. В том пребывает Бог. В том пребывает Бог. В том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Уверовать или поверить любви – это то, где большинство христиан, я говорю практически о всех нас, в свое время каждый из нас терпел поражение в том, чтобы верить любви, верить в то, что Бог любит меня, в том, чтобы знать, что Бог любит меня, и знать, что Он любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Так сказал Иисус. Он сказал, «Отец, покажи им», 17 глава Иоанна, «и пусть мир увидит, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня». И в 20 стихе этой 17 главы, прежде чем Он помолился об этом, Он указал, о ком идет речь. Он сказал, «Я молюсь не только о тех, кто сейчас здесь, но также и о тех, кто придет по их Слову». А прямо или косвенно все сидящие в этом зале пришли к Иисусу, услышав Слово тех, кто сидел тогда рядом с Ним, когда Он молился этой молитвой. Поэтому Он молился ей за всех нас. «Да познает мир», сказал Он, «что ты возлюбил их, как возлюбил меня». Скажу вам, когда я много лет назад впервые это прочитал, а потом встал и сказал, «Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса», у меня дрожали колени из-за того религиозного страха, который был в меня вселен. Давайте читать дальше. «Верьте любви». Скажите это, «Я верю любви». «Я верю, что она сейчас во мне». «Я верю, что она есть Бог». «Я верю, что она никогда не терпит поражения». «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Скажите это, «Бог есть любовь». Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Друзья, мы прочитали всего две главы этого маленького послания, и сколько раз ему придется говорить нам, что он пребывает сейчас в нас. Апостол Павел сказал об этом так. Он сказал, что любовь Божья излилась наши сердца Духом Святым. Любовь никогда не терпит поражения. Никогда. Никогда, 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 никогда. Поэтому никогда, 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 никогда. Больше не говорите своими устами. «Ну, я верил этому, и это не сработало». Лучше дайте себе пощечину. Скажите, «Я не должен так говорить». И исправьте это. И вскоре вы увидите, почему мы попадали в такого рода ловушки. Почему мы должны верить? Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как он. Не после того, как вы умираете и идете на небо. Прямо сейчас. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Вот ваша красная лампочка на приборной панели. При первой же мысли беспокойства, при первой же мысли, да, ну что если... Я имею в виду, что вы слышите место писания, или вы слышите, как в вашем разуме проскакивает какая-то мысль, говоря, да, но не похоже, что на сей раз я это получу. Забудьте все это, вернитесь к своим местам писания о любви, вернитесь к этому. Но почему для меня так важно иметь веру? Вера является связующим звеном с помазанием, которое снимает бремена и уничтожает ермо. Вернитесь к 28-й главе книги Второзакония. Мы должны понимать, что люди, которым обращался Моисей, когда говорил им это, практиковали эти заповеди. Тогда что здесь не так? Почему это проклятие? Почему эта горечь по-прежнему действовала? Я имею ввиду, они находились в той пустыне, они не могли пойти куда-то еще, они должны были идти к скине, они должны были идти к священнику, им это вбивалось каждый день. Если вы отступили, о, у вас были очень большие проблемы. Если вы делали что-то другое, если вы все еще были живы, то вы уже видели, как земля разверзлась и поглотила одних людей. «О, я бегу к этой скине». Я ничего из этого не понимаю, но я больше не ворчу по этому поводу. Говорю вам, «Да, я буду соблюдать эту заповедь независимо от того». Тогда почему среди них по-прежнему действовало это смертельное проклятие? Знаете, что означает слово «потому что»? оно означает «вот почему». Да, мне все равно в первом выклассе или в 27-м. Аминь. Именно это оно и означает. И посмотрите, откройте, вы в 28-й главе Второзакония, 46-й стих, «Говоря об этих проклятиях и обо всем перечисленном здесь». Например, в 61-м стихе сказано, «И всякая болезнь, и всякая язва, не написанная в книге закона сего, находятся под этим проклятием. Поэтому туда входили все болезни, все немощи, всякая нищета, все, с чем дьявол соединил человека. И Бог предпринимал определенные действия, чтобы защитить их от этого». Посмотрите, «они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Вы можете уже, по крайней мере, начинать видеть, почему так многие христиане болеют, как этот мир, бедны, как этот мир, разводятся, как этот мир. И многие из них считают, что они соблюдают эти заповеди. Но также многие из них прекрасно знают, что они нарушают их, и никак не могут понять, почему у них не получается их соблюдать. Ну, наверное, это просто проблема моей плоти. Знаете, пастор сказал нам в прошлое воскресенье, что ни один человек не может соблюсти эти заповеди, потому что из-за плоти это очень трудно. Я знаю, что, слава Богу, когда я умру, я пойду на небо и я освобожусь от этого плотского тела. Наверное, я, ну, знаете, вы знаете, что это не так, но вы не знаете, почему это не так. Что здесь происходит? Что происходит? Вы пытаетесь соблюдать эти заповеди, но вы не прославляете Бога с радостью и весельем сердца за изобилие всего, а это в конечном итоге заставит вас верить, что для вас нет никакого изобилия. но вы по-прежнему откладываете на потом, когда вы придете на небо, то, в чем вы могли ходить сейчас. Поэтому вам действительно нужно радоваться во имя Иисуса. О, Господь, спасибо тебе за изобилие всего. Спасибо тебе за крест Иисуса. Алло. Я действительно хочу донести это до вас. И мне нужно аккуратно следовать этим курсам, потому что Господь наметил его сегодня для меня. Давайте обратимся к восьмой главе послания к римлянам. Римлянам 8. Почему мне нужно высвобождать веру? Что это меняет? Что значит верить? Вера же есть осуществление ожидаемого или того, на что мы надеемся. Поэтому выбросите это сейчас же из своего лексикона. Скажите, да, брат Копланд, теперь вы связали себя словом. Ну, брат, мы просто надеемся и молимся. Так вы тоже никуда не движетесь. Потому что надежда без веры не имеет осуществления. Надежда находится в сфере мира мечтаний. Я не говорю о каких-то снах. Я говорю о том, что когда у вас есть эта мечта, и она пока еще не проявилась, она пока не имеет никакого осуществления, но это мечта вашей жизни. Я мельком увидел, каким должно быть это служение. И это моя мечта. Я просто мечтаю, слава Богу, о том дне, слава Богу, когда в моем теле больше никогда не возникнет никакой боли. Я просто мечтаю о том дне, когда я приду в банк, зайду в кабинет президента этого банка, положу ему на стол последнюю выплату за машину, широко улыбнусь и скажу, «Я больше сюда не вернусь». Понимаете? Это мир мечтаний, но когда вы впервые вступаете туда, это не имеет никакого осуществления. Без веры нет ничего, что могло бы перенести это из этого мира в материальную сферу. Ну, брат Копланд, я просто не представляю, как это работает. Что ж, позвольте мне у вас кое-что спросить. Я подведу вас к этому, так? Где у вас есть представление. Может ли страх вызвать боль? Может ли страх сделать кого-то больным? Может ли страх изменить ваш физический облик? Может ли он изменить ваше лицо? Может ли он преждевременно вас состарить? Может ли он повлиять на цвет ваших волос? Мы сейчас как раз находимся в этой части Соединенных Штатов. Я полагаю, что многие из вас в свое время... Кто из вас был на Ниагарском водопаде? Поднимите руки. Вы слышали эту историю о... Если вы там были, то я знаю, что вы ее слышали, потому что эта старая баржа по-прежнему висит там над водопадом. Кажется, что она сорвется вниз, но по-моему она висит там уже 50 лет. Но те люди, которые находились на ней, когда она зависла над водопадом, не знали, что она не сорвется вниз. Ее понесло к краю водопада, и они все были на этой барже. И эта вода устремляется вниз со скоростью 100 км в час. Их несло к краю этого водопада, и они уже видели его. Что, 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 что? И вдруг баржа просто остановилась. И никто не хотел даже пошелохнуться. Что мы будем делать? Там попытались натянуть тросы, чтобы с помощью спасательной корзины снять с баржи этих людей. Но тросы запутались, и ничего не получилось. О, Боже. В результате они остались там на всю ночь. Вы можете представить? Я не хочу дышать. На всю ночь. Когда на следующее утро взошло солнце, один из этих людей был полностью седой за одну ночь. Он так испугался. И страх, каким мы его знаем, первоначально был верой Адама. Именно поэтому он работает на том же уровне, что и вера. Вера приходит от слышания. Страх приходит от слышания. Вера есть осуществление. Страх есть осуществление. Прочитайте, что сказал Иов. Он сказал, «Произошло то, чего я боялся». Его страх подключил его к этому. Я говорю вам не только о том, что просто подключает вас к Богу или подключает вас к вещам Божьим, но как только вера высвобождена в вашем духе, она приносит осуществление из этого мира мечтаний в этот естественный материальный мир. Верою познаем, что Бог сотворил. Мы должны познавать, понимать этой верой, но это не главное, о чем говорит данное местописание послания к евреям. Оно говорит, что мы познаем, понимаем, что Бог сотворил все материальное, высвободив духовную силу веры. О, я знаю, что я должен сделать. О, Господь, мне нужно больше веры. Вы не молитесь о чем-то, что у вас уже есть. У вас уже есть исцеление, у вас уже есть радость, у вас уже есть веселье. Если вы рождены свыше, у вас это есть, поскольку все это прилагалось к рождению свыше. Это было в духе, в семени Слова Божьего, которое дало вашему Духу новое рождение. Мы были рождены свыше, не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего в век. Нет духовных врожденных пороков. У вас есть столько же веры, сколько ее есть у Иисуса. У вас есть столько же надежды, сколько ее есть у Иисуса. У вас есть столько же праведности, сколько ее есть у Иисуса, потому что Он Тот, и Слово Божье дало Ему рождение для Его тела и высвободило на эту землю Его Дух. Вы меня слушаете? Мы получили не какое-то полусырое рождение свыше. Проблема была в недостатке знания, недостатке мудрости, недостатке понимания и в большом недостатке послушания по велению. Итак, Римлянам 8 глава. Давайте обратимся к 14 стиху. «Ибо все водимые духом любви» Бог есть любовь, верно? «Ибо все водимые духом любви суть цены любви, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Нет, вы выбрались из духа рабства и из того рабства, в котором вы были у страха. У вас есть власть над ним. До того, как вы родились выше, ваш дух, который был отсоединен от Бога, скажу вам, я просто оживился сегодня утром, когда Билл Уинстон сказал, «Вы отделяете растение от земли и растение умирает». Вы отделяете рыбу от воды и рыба умирает. Вы отделяете человека от Бога и человек умирает. Этим все сказано, не так ли? Что ж, Иисус пришел, чтобы соединить обратно. И вот, что вам нужно понять. Иисус был отделен от Бога и умер. Вы не можете умереть наполовину. Люди думают, «Ну, он умер физически, но, брат Копланд, он не мог умереть духовно». Тогда он не был отделен от Бога. А в таком случае, его жертва не была жертвой, это было убийство, поскольку она не покрыла мой дух, и она не покрыла мою душу. «Что есть дух, это дух, что есть плоть, это плоть», сказал Иисус. Поэтому он должен был покрыть весь спектр, поскольку проклятие было во всем спектре. Для того, чтобы стать проклятием за нас, он не мог стать проклятием физически и не стать проклятием духовно, поскольку оно затронуло весь спектр существования человека. Так что он должен был взять все это. Он был отделен от Бога, но он был отделен верой, а не страхом. Он сделал это как акт послушания и жертву. То, что сделал ладам было чистейшим актом измены. Аминь. Иисус стал послушен смерти, этим самым полностью ее победив. И мы говорили об этом. Но в своем воскресении он является воскресшим духом, душой и телом. Аминь. Разве его тело сегодня не живо? И есть ли на нем и сегодня шрамы? Да. Фома вложил свой палец в раны на руках Иисуса. И он воссоединился после того, как был мертв. Слава Богу! И стал Господом нового вида человека. Возрожденного человека. Мы сонаследники с ним. Хорошо. Когда вы соединены с ним Словом Божьим, ваш дух был пересотворен во Христе Иисусе. Вы соединены с Отцом. У вас есть все, что есть у Иисуса или когда-либо будет. Вы сонаследник с ним. Он воскрес с прославленным телом и у вас оно тоже будет. Вы не получили его сразу же, как только родились выше. Только лишь потому, что вы были нужны Иисусу здесь, чтобы свидетельствовать в этом плотском теле. Если бы вы облеклись в это прославленное тело, вам бы пришлось сделать то же самое, что сделал он. Вам бы пришлось уйти. Аминь. Хорошо. Мы сейчас в хорошем месте. Давайте вернемся к 15 стиху 8 главы Послания к римлянам. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли дух усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же помазанному и его помазанию. Аминь. Аллилуйя. Взывая Ава Отче, как вы так взываете? Я начал так взывать. Я начал восклицать. Боже мой, у меня есть Отец. У меня есть Отец. Он любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Он любит меня своей, всем разумением своим, всей крепостью своей, всеми финансами своими и всем богатством небес. Слава Богу! Мой Папа любит меня, и он богат, 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 богат. Он мой Отец. Он обеспечил мое исцеление. Он обеспечил меня. И что со мной происходит, когда я это делаю? Я возгреваю дар Божий, который внутри меня. Говорю вам, вы не можете его возгревать, говоря, «О, да, у меня есть Отец, но я не знаю, почему он ничего для меня не делает». Говоря таким образом, вы будете возгревать что-то другое. Аминь. Взывая, «Боже мой, он любит меня». Аллилуйя. Я вам здесь что-то описываю. Я описываю, что Бог уже привел в действие. Итак, мы взываем. «У меня есть Отец, Иисус, мой брат по крови». Аминь. «Он мой брат по крови. Я по завету принят в самую могущественную семью во вселенной». Поймите это вместе со мной. Хорошо, еще раз откройте третью главу послания к эфесянам. Религия считает, что мы молимся, и тогда высвобождается сила свыше. Если Бог ее не высвободит, тогда она просто не придет. «Ну наверное, мне придется придумать, как сделать это как-то по-другому». Затем это порождает эту форму благочестия, силы же его отрекающейся, от которой мы должны удаляться. И вы говорите, «Ну знаете, да, я верю, что Иисус мой целитель, но я лучше запишусь на прием к врачу на тот случай, если он меня не исцелит». Ко мне однажды подошел один человек и сказал, «Брат Копланд, я так рад». Я спросил, «И чему вы так рады?» Он сказал, «Я так рад, один бизнесмен дал мне аккредитив, я просто положил эту бумагу в ящик своего стола, и если мне в каком-то месяце не будет хватать денег, мне всего лишь нужно на основании этой бумаги выписать чек на недостающую сумму». Сказал, «Неужели?» «Да, разве это не здорово?» Я сказал, «Ну, наверное, здорово, но в ящике моего стола у меня лежит бумага, которую дал мне богатый еврей, она называется «Послание к филиппийцам 4.19». Я сказал, «Пусть та бумага лежит в ящике вашего стола». Я не хочу, чтобы она лежала в ящике моего стола. Я хочу, чтобы в ящике моего стола лежало вот это, и это гарантированно. Ваша бумага сильна лишь настолько, насколько силен тот бизнесмен, давший ее вам, а он на следующей неделе может и обанкротиться, но тот, кто финансирует меня, никогда не обанкротится. Аминь? Он ответил, «Я знал, что вы скажете что-то в этом роде». Аминь. Итак, мы молимся, и Бог сейчас силу. Пошли сейчас силу. О, Господь! Нет. Сила пришла сюда в день Пятидесятницы, и он никуда не уходил. Он не собирается уходить. Поэтому что значит верить? Вера приходит отслышание, отслышание от слова Божьего. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Если кто скажет Горисей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Другими словами, эта вера сдвинет эту гору. Но затем в 25 стихе 11 главы Евангелия от Марка говорится, и когда стоите на молитве, прощайте. Почему? Потому что непрощение ослабляет веру и приведет ее в состояние бессилия. Аминь. Вера может потерпеть поражение. Любовь никогда не терпит поражение, но вера действует любовью. Помните, что Иисус сказал Петру прямо перед своим уходом, перед своим уходом на крест. Он сказал, Петр, я молюсь, чтобы не оскудела, не потерпела поражение вера твоя. По сути, терпела поражение не вера. Он приводил веру к поражению. Все, что требует пищи, без пищи становится слабым и не может выполнять то, для чего оно предназначено. Разве это не так? Бог сотворил вас таким образом, что вам нужна физическая пища. Он сотворил вас таким образом, что вам нужно умственное питание. Когда вы едите физическую пищу, вы производите физическую силу. Она так и называется физическая сила. Вера это духовная сила, высвобождаемая из вас, то, то в вас, а не где-то еще, больше. Тот, кто в вас, больше. Любовь Божья в вас, вера Божья в вас, праведность в вас, все плоды Духа в вас. Помазание, которое вы получили от Него, пребывает в вас сейчас. Оно в вас сейчас. Оно в вас сейчас. Не позволяйте сомнению, неверию, любой другой форме страха или беспокойства калечить эти духовные силы. Это в вас. силы для исцеления вашего тела находятся в вас. И она выйдет из вас в ваше тело. Все деньги, которые вам когда-либо понадобятся, находятся внутри вас. Вот что значит верить. И когда вы начинаете верить, что вы получаете, и ваша вера слаба, не тратьте много времени на то, чтобы плакать, стонать и причитать. Уединитесь где-то, возьмите эти кассеты и начните слушать их снова, снова и снова. Ну, брат Копунт, у меня нет времени это делать. Что ж, идите к врачу. Вы что-нибудь из этого вынесли для себя сегодня? Встаньте и воскликните Господу. И скажите, тот, кто во мне, больше того, кто в мире, во мне тот, кто больше, он во мне. Ему не нужно ни откуда приходить. Я принимаю это. Я принимаю это. И вот, как нужно молиться. Не молиться. О, Иисус, приди и прикоснись к моему телу. Нет, 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 нет. Это молитва в 3 главе послания к Ефесянам с 14 по 17 стихи. Он сказал молиться. Господь, дай мне укрепиться Духом Святым в моем внутреннем человеке. Я укоренен и утвержден в любви. Я верю, что получаю мудрость твоей широты, твоей долготы, твоей глубины, твоей высоты, чтобы мне иметь близкие отношения с тобой. Я принимаю укрепление моего внутреннего человека. Я принимаю исцеляющую силу. Я принимаю финансовую силу. Я принимаю помазание. Я принимаю эту силу. Я принимаю эту силу. Нет особого смысла вам пытаться делать что-то другое, пока вы не утвердите это. Почему? Потому что это внутри вас. Вот что значит верить. Есть место в Боге, где оружие воинствования вашего, не плотские, но сильные Богом. Сильные Богом. Эта сила начинает подниматься внутри вас. И сатане придется убраться, поскольку он не может с этим справиться. Слава Богу! Сегодня пятница. И конечно же на передаче «Победоносный голос верующего» пятница всегда является днем пожертвования. И нашим базовым местом Писания, на основании которого мы собираем наше пятничное пожертвование, является следующей стихи. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». И как вы знаете, вы это слышали, мы об этом учили, это лежит в основании того, как Бог сотворил всю эту землю, сами небеса. Иисус сказал, что все небеса, все царство Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Хвала Господу, и позвольте мне вам кое о чем напомнить. Задача миссии Кеннета Копланда нести послание любви Божьей, послание о том, что возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей крепостью, и возлюби ближнего твоего, как самого из тела Христова, где бы мы его ни находили, по всему миру, и приводить тело Христова в единство, какого никогда еще не было, и помогать людям из духовных младенцев возрастать в духовных взрослых людей. Это наша миссия и задача. И именно этим мы и занимаемся. И мы просто воздаем Богу хвалу и благодарение за наших партнеров. Поскольку с Божьей помощью мы делаем это. Аминь. Отец, мы молимся за наш день пожертвований. Мы верим, что получаем. Я прошу тебя открыть твоим людям, как они в финансовом плане могут участвовать в этом телевизионном служении. И мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте послушны, что бы Господь не говорил вам делать. И мы просто прославляем Бога и благодарим вас за то, что вы стоите вместе с нами в этом призвании от Бога. Если вы смотрите наши передачи за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования остаются в офисе того региона, в который вы их отправляете. Они не уходят в Соединенные Штаты. Они остаются там и служат вам. Слава Богу, как оно и должно быть. И скажу вам, у нас самые лучшие партнеры на всей земле. Слава Богу. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, больше узнать о Слове Божьем, об Иисусе, а также заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Будьте частью хорошей церкви, той, где проповедуется Слово Божье из Библии. Идите туда и просто разразитесь верой. Слава Богу! И смотрите наши передачи на следующей неделе. А пока помните, что Иисус Господь!